Это новый выпуск программы Диана Скажи, и я рада вновь приветствовать вас после недолгого перерыва. За этот период мы получили множество вопросов от вас, наших зрителей и, конечно же, не смогли оставить их без должного внимания. Нам приятно видеть, что наша программа вызывает такой отклик, поэтому мы готовы ответить на самое актуальное обращение, разъяснить спорные вопросы с законодательной точки зрения и поделиться полезной информацией. Напомню, что задать вопросы вы можете по номеру 8 926 268 77 75. Самые актуальные попадут в эфир. Мы готовы быть полезными и информативными для вас. Давайте начнем. Сегодня мы расскажем, может ли быть пенсия ниже прожиточного минимума. Небольшой спойлер. Может, но при определенных обстоятельствах. Сдай квартиру в аренду и не плати налоги. А так можно было? Конечно, нет. Будем разбираться в этом вопросе с законодательной точки зрения. Граффити или искусство уличной живописи. Творчество или вандализм. Какое наказание ждет человека с баллончиком с краской? Начнем по порядку. Здравствуйте, Диана. Могли бы вы нам помочь разобраться? Мой отец выходит на пенсию по старости. Хочу поинтересоваться, может ли его пенсия быть ниже прожиточного минимума. Мы сами рассчитать ее не можем, хоть формула и указана в интернете. Порассуждаем логически. Пока что без мнения эксперта. Прожиточный минимум – это минимальная сумма, на которую в теории в месяц может прожить человек. Если пенсия будет ниже этой суммы, то на что ему жить? Наверняка есть подводные камни. Вопрос интересный, но предлагаю для начала понять вообще, какие критерии влияют на сумму пенсии и из чего она формируется, какие документы нужно подавать и когда. Пенсия по старости начисляется по правилам, которые установлены федеральными законами. По этим законам социальный фонд определяет длительность страхового стажа, величину индивидуального пенсионного капитала и рассчитывает будущий размер пенсии. Так из чего же состоит пенсия? Три основных фактора, которые влияют на размер пенсии. Первое – это возраст. К 2024 году право на пенсию по старости имеют мужчины 61 года рождения, которым исполнилось 63 года, и женщины 66 года рождения, которым исполнилось 58 лет. Второй фактор – это стаж. Продолжительность стажа на 2024 год должна быть не менее 15 лет. В расчет входит деятельность организации, военный билет, диплом, дети, период дохода за инвалидом первой группы, либо 80-летним, и также получение пособий по безработице. Третий фактор – это количество индивидуального пенсионного коэффициента. На 2024 год он составляет 28,2 балла. Сумма индивидуального пенсионного коэффициента зависит от взносов, которые работодатель перечисляет в социальный фонд на каждого своего работника. Если пенсия меньше, чем прожиточный минимум, то устанавливается федеральная социальная доплата. Так вот, если пенсионер официально не работает, то пенсия ниже прожиточного минимума быть не может. Федеральная социальная доплата устанавливается в автоматическом режиме. На сегодняшний день прожиточный минимум по нашей республике составляет 11 961 рубль. Заблаговременно заявитель может подать документы в социальный фонд. Он предоставляет диплом, военный билет, сведения о заработной плате и трудовую книжку. Недавно на РБК были опубликованы результаты исследования, которые показали, на что живут пожилые люди, хватает ли им пенсионных выплат. И только 10% подтвердили, что суммы пенсии вполне достаточно, и в дополнительных финансовых источниках они не нуждаются. Около 15% живут на пенсию и на то, что удается выручить с помощью дачных участков или подсобного хозяйства. Примерно столько же пенсионеров имеют возможность сдать жилье в аренду, что позволяет нормально жить. Около 20% пожилых граждан уверяют, что только финансовая поддержка детей, внуков или других близких родственников позволяет жить комфортно. И, конечно, 40% опрошенных получают пенсию и продолжают трудовую деятельность. Часто собственники избегают оформления договора и уплаты налогов при сдаче квартиры, поскольку считают их лишними тратами. Но легальная сдача квартиры все-таки дает преимущества, хотя и не очевидные на первый взгляд. Например, договор дисциплинирует жильцов, в нем зафиксированы их паспортные данные, поэтому понятно, кому предъявлять претензию, если что-то пойдет не так. К примеру, вписано обязательство содержать квартиру в полном порядке, оплачивать коммунальные услуги в срок, конечно, оплачивать проживание, обеспечивать сохранность имущества и заблаговременно предупреждать о намерении съехать. Дополнительно можно предусмотреть штрафы за порчу имущества, потерю ключей или же задержку оплаты, но это уже нюансы. Самое главное, можно не бояться, что привлекут к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Если человек сразу сдает несколько свободных квартир и не платит налоги, его могут наказать за нелегальную предпринимательскую деятельность. И как раз об этом наш следующий вопрос. Давайте его прослушаем. Доход от сдачи недвижимости в аренду по закону необходимо декларировать. Разбираемся с экспертом, какие способы оплаты налога на доход от аренды выгоднее для владельца жилья, на что обратить внимание при выборе того или иного варианта и как избежать штрафов от налоговых органов. Бывает два вида договора. Это краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный договор подразумевает регистрацию данного договора сроком на 11 либо 12 месяцев. Естественно, данный договор не нужно регистрировать в Росреестре. Тем самым у собственников квартир складывается такое мнение, что не нужно оплачивать налоги. Это ошибочное мнение. Второй договор, он долгосрочный договор. Он регистрируется более одного года, свыше одного года. И естественно, данный договор также регистрируется обязательно в Росреестре. Если арендодатель является физлицом, у него доход до 5 миллионов рублей, то ставка у него будет 13%. Если доход арендодателя превышает 5 миллионов рублей, то процентная ставка НДФЛ у него будет 15%. Естественно, декларацию он подает каждый год. Если арендодатель является ИП, то и он работает по упрощенной системе налогообложения, то он оплачивает налог не ниже 6%. Естественно, сдает декларацию каждый год, а оплата налогов производится ежеквартально. Также у арендодателя, собственника квартиры, есть возможность получить статус самозанятого. Данный статус он может получить в приложении «Мой налог», зарегистрироваться там и дальше работать. Санкции за неуплату налога могут быть разными. Размер зависит от суммы дохода и от того, намеренно ли собственник уклоняется от налоговой. Юристы подчеркивают, в самых сложных случаях речь может идти не о штрафах и пениях, а о принудительных работах и даже о лишении свободы. А мы переходим к третьему завершающему вопросу. Здравствуйте, Диана! Меня зовут Тимур. Мы с друзьями увлекаемся уличным граффити. Смотрим на это исключительно с творческой точки зрения, учитывая, в каком состоянии многие заборы и стены города. Поэтому хочется узнать, как получить официальное разрешение на преображение объектов и какое наказание грозит, если наносить граффити без разрешения. Это можно назвать самовыражением, искусством, хулиганством или вандализмом. Грань между тем и этим достаточно зыбкая. Помощник прокурора промышленного района Кристина Сакаева помогла нам разобраться в этом вопросе. Нанесение на стены домов различного рода рисунков либо иных изображений может относиться к акту вандализма либо хулиганства, предусмотренных в законном случаях и в случае отсутствия разрешения собственника на нанесение данных рисунков на стены дома либо иной другой поверхности. Законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Так, административной ответственности подлежат лица, достигшие возраста 16 лет. Кодексом об административном правонарушении Российской Федерации предусмотрен ряд статей. В случае, когда порча имущества не имеет существенных оснований, это статья 7.17, в которой предусмотрен административный штраф. В случае, когда мы говорим о мелком хулиганстве, то есть здесь причинен ущерб имуществу собственника, лицо может быть привлечено как к административной ответственности, так и к административному аресту на срок до 15 суток. Законом также и предусмотрена уголовная ответственность. Ей подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. Здесь уже говорится об акте вандализма, то есть это порча и осквернение как зданий и сооружений, так и объектов культурного наследия. В данном случае лица могут быть привлечены к штрафу до 40 тысяч рублей, а также к исправительным работам, либо к принудительным работам. В случае, когда эти деяния совершаются группой лиц, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Также законом предусмотрена административная ответственность родителей за неосуществление присмотра за детьми. Это статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Но это не говорит о том, что наказание будет только таким и никаким другим. Кроме федеральных, есть еще и региональные законы. И поэтому важно отметить, что и законом республики предусмотрена административная ответственность. Так, физические лица за нарушение будут платить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица от 15 до 20 тысяч рублей и юридические лица от 20 до 35 тысяч рублей. На этом наше эфирное время подошло к концу. Задавайте вопросы по номеру 8 926 268 77 75. Возможно, в следующем эфире прозвучит именно ваш. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok